В эфире новости Юргу. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Анастасия Швец. Здравствуйте! В Юргу проходит подготовка к выборам президента Российской Федерации. Представители избирательной комиссии Челябинской области ответили на вопросы о предвыборной кампании и рассказали про условия голосования на выборах президента. В период с 15 по 17 марта 2024 года пройдут выборы президента Российской Федерации. В преддверии голосования в Южноуральском государственном университете прошла встреча с представителем избирательной комиссии Челябинской области. На мероприятии обсудили предстоящую предвыборную кампанию и возможности голосования. Конечно же, у всех возникают вопросы, как можно проголосовать на выборах президента. Я напомню, что в сентябре у нас еще и выборы губернатора предстоят. Как раз у сотрудника избирательной комиссии Челябинской области эти вопросы мы все разбирали. Мне кажется, что ответы были даны на все вопросы. Мы все вопросы разобрали, все получили ответы. И теперь передадим эту информацию каждому сотруднику студенту нашего университета, чтобы все имели четкое, понятное представление, как они могут проголосовать. В этом году у граждан Челябинской области появилась альтернативная возможность голосования – дистанционное электронное голосование. Благодаря данной системе каждый может проголосовать без обязательного посещения избирательного участка. Новая форма, которую мы используем на выборах президента – это голосование, дистанционное электронное голосование. Дистанционным электронным голосованием может воспользоваться любой избиратель. Для этого ему нужно сверить свои данные на сайте госуслуг, подать заявление, что он хочет проголосовать дистанционно через смартфон или компьютер. И уже непосредственно с 15 по 17 проголосовать через госуслуги на сайте выборы.gov.ru. В личных кабинетах госуслуг студенты могут прочитать о возможностях дистанционного электронного голосования и получить актуальную и необходимую информацию о предстоящих выборах. Информация доводится через преподавателей. У нас ряд преподавателей, мы их целевым образом информируем о условиях и возможностях голосования. Они эту информацию передали студентам в рамках тех встреч, которые у них есть, в том числе в рамках образовательных программ. А также, конечно же, у нас на этот период, до выборов еще целый месяц, у нас запланированы различные встречи как раз с лидерами общественного мнения, которые действительно проговорят о том, насколько важно сегодня участвовать в голосовании, как можно принять участие в голосовании, но и, в принципе, может быть, поделиться своим видением, какому кандидату они дают предпочтение и почему. Не призывая, опять же, голосовать за кого-то конкретное, но, тем не менее, поделиться своим опытом. Для того, чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, необходимо подать заявление через портал госуслуги до 11 марта 2024 года включительно. Неожиданный гость. 11 лет назад в Челябинской области упал метеорит. Вспомним, как это было и как сегодня отмечают этот день. 15 февраля – важная дата для нашего региона. В 2013 году в этот день над Челябинском произошло столкновение с земной поверхностью фрагментов небольшого астероида, разрушившегося в результате торможения в атмосфере земли. В историческом музее Южного Урала прошло празднование 11-й годовщины со дня падения Челябинского метеорита. Торжество началось в зале природы и древней истории с приветственной речью руководителя музея и приглашенных гостей. Главное, что ученые наши получили, все, кто приехал тогда, их приехало очень много, журналистов, историков, которые получили фрагменты там же на месте, они были вот на снегу, на льду и увезли с собой в свои институты, в разные страны, в разные города и изучали. И потом все это мы получили. Мы получили этот большой том исследований, начиная от нас и заканчивая нашими вузами, самыми-самыми главными по всей стране. Ровно в 9 часов и 20 минут поднялся купол стеклянной витрины, где хранится метеорит. Эта ежегодная акция за 11 лет пребывания небесного тела на земле стала в Челябинске традиционной. 15 февраля 2013 года небо Челябинска озарила яркая вспышка, попавшая в сотни камер видеорегистраторов и испугавшая тысячи жителей города. Через несколько мгновений прогремел взрыв. Над городом разрушился астероид. Наиболее крупные фрагменты метеорита упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 километрах западнее Челябинска. Взрывной волной выбило стекла в сотнях тысяч домов Челябинска и окрестных населенных пунктах. Поздравить именинника пришла член Совета Федерации Маргарита Павлова. Метеорита столько поклонников, столько людей соберется в этом зале. Это здорово, это замечательно. Ну а если серьезно, то Челябинский метеорит доходчиво и наглядно объяснил одну простую истину. Не все подвластно человеку. И именно челябинцы ощутили на себе всю мощь вот этой космической энергии. На мероприятии гости познакомились с фрагментами научно-популярного фильма «Звездный камень», снятого в 2023 году телерадиокомпанией Юргу-ТВ. Это была очень сложная, кропотливая, но очень интересная работа. И главная сложность заключалась в том, чтобы из огромного этого объема информации выбрать крупицы самые интересные, которые будут зрителю понятны и важны для восприятия. Главной задачей этого кинопроекта было привлечение внимания к падению метеорита, как к импульсу развития целой серии научных направлений. Например, к созданию в Юргу студенческого конструкторского бюро «Астероид». Начинается фильм с рассказа об организации восстановительных работ, которые потребовалось проводить после падения метеорита, в том числе на объектах университета. Большая часть кадров для фильма взята из архивов Южно-Уральского государственного университета. В этом фильме много фотографий, которые сделаны лично мной, как раз сразу после того, в первые часы, в первые минуты даже, после того, когда произошло это событие, прилет метеорита. Вот те впечатления, они в тех фотографиях, которые в этом фильме представлены. И вот я надеюсь, что они передают это состояние тревоги. И именно на них основан этот фильм. Далее в программе мероприятия гостей ждали мастер-класс, зоны виртуальной реальности, театрализированное занятие для младших классов, тематическая экскурсия-лекция о метеоритах, а также космический квиз в культурном пространстве. Для студенческих команд разных вузов Челябинска. Южно-Уральский государственный университет вошел в новый рейтинг вузов цифровой экономики. Цифровая экономика при поддержке Ассоциаций предприятий компьютерных и информационных технологий и Минцифры России подготовили рейтинг вузов цифровой экономики. В рейтинге были оценены 304 головных вуза и рассмотрены 63 направления подготовки и специальности, связанные с IT-кадрами. Так, Южно-Уральский государственный университет занял 16-ю позицию среди региональных вузов цифровой экономики, став единственным представителем Челябинской области, вошедшим в рейтинг. Оценка вузов проводилась на основе официальной статистики по подготовке IT-кадров и опроса 90 респондентов, проведенного автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика». По результатам опроса, общее количество упомянутых в ответах респондентов вузов составило 157 учебных заведений из 56 субъектов России. Без любви, как без солнца. 14 февраля во всем мире отмечают День всех влюбленных. Так, в Южно-Уральском государственном университете традиционно провели студенческую свадьбу. В День всех влюбленных студенты Южно-Уральского государственного университета проводят традиционную студенческую свадьбу. Студенты могут скрепить свою любовь узами брака. Шуточно, конечно, но очень интересно. Посмотрите, кто же эти счастливчики. В День любви все пары смогли скрепить свои отношения в студенческом ЗАГСе и получить свидетельство о бракосочетании. Также студенты приняли участие в различных интерактивах по тематике романтических комедий, таких как «Горько», «Развод», «Ла-ла-ленд» и многое другое. Мероприятие понравилось, все классно организовано, очень много точек и классная атмосфера. Хочется пожелать какого-то взаимопонимания и чтобы люди больше рады, то есть не только вместе, но и были счастливы в отдельности, каждый сам в своем мире, так сказать. Развлекательное мероприятие проводится в Южно-Уральском государственном университете с 2014 года. У Дня Святого Валентина есть несколько символов. Первый из них и самый узнаваемый – сердце, знак любви и преданности. Так студенты университета могли отправить валентинку, или приятный сюрприз дорогому человеку через специальную почту для влюбленных. Десятилетие науки и технологий в России. Прошла 18-я студенческая научно-практическая конференция в Многопрофильном колледже Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ. Научно-практическая конференция ежегодно проводится в стенах Многопрофильного колледжа Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ. В ней принимают участие студенты всех курсов и специальностей колледжа. Ее цель – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и проектной деятельности. Работы представляют ребята совсем разные. Кто-то разрабатывает целые приложения, разрабатывает сайты, разрабатывает различные туристические маршруты, предлагает, например, автомобильные туры. А кто-то из ребят делает исторические обзоры, высказывает свое мнение о каких-то политических проблемах, исторических проблемах. То есть, тематика, она абсолютно разная. Но мы надеемся, что сегодня наши драгоценные жюри по достоинству оценят каждую из работ. В рамках мероприятия выступили порядка 60 студентов по различным секциям. Общие образовательные дисциплины, экономические и точные науки, информационные системы и программирование, туризм и гостеприимство и многое другое. Среди членов жюри – представители методического отдела, замдиректор по учебно-производственной работе, воспитательной работе, информатизация и руководитель производственной практики. Сегодня, как и прежде, у нас всего четыре критерия больших оцениваний, которые подразделяются на различные показатели. Это методология исследования, то есть цели, задачи, предметы, объекты, как любой исследовательской работы. Это оформление, это глубина исследования и, конечно же, информационная составляющая. То есть это тоже тот самый критерий, который сегодня очень важен. Конференция всегда проводится в феврале, в период праздного дня российской науки. Станденты многопрофильного колледжа ИСТИС представляют свои работы и на всероссийских конференциях. Для выпускников готовый проект может стать началом их дипломной работы, а для первокурсников – проложить путь в науку. У меня тема «Современное оружие в органах ОВД РФ», и я решила ее выбрать, потому что это напрямую связано с моей профессиональной деятельностью, так как я учусь на специальность первоохранительной деятельности. И пришла я к этой теме, изучая тот же самый автомат Калашникова. У него есть несколько видов, насколько вы знаете, это 47-й и 74-й. И у них есть значительные отличия, даже по меньшему виду. Но было очень странно, почему тогда в органы до сих пор используют 47-й, почему мы изучаем 47-й и обучаемся на 47-м, а 74-й остается как бы не в деньге. И пришлось немного поизучать. После этого появился такой стимул, какие еще есть оружие, какие еще есть сравнения. Конференция приурочена к десятилетию науки и технологий, которая была объявлена президентом Российской Федерации Владимиром Путином в 2022 году. По результатам проведения конференции, победители и призеры каждой секции награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени, участники – сертификатами. В Южноуральском государственном университете состоялось торжественное открытие выставки скульптурных работ челябинского мастера Виктора Митрошина. Творческая встреча с челябинским скульптором Виктором Митрошиным состоялась в Южноуральском государственном университете. Мероприятие приурочено к смене экспозиции работ мастера в Зале искусств нашего вуза. На выставке представлено 10 экспонатов в виде интерьерных скульптур, относящихся к различным жанрам, а также фотографии монументальных композиций. Во-первых, все мои скульптуры делаются для души, и они остаются на века как бы нетленными. Поэтому искусство, оно должно быть выразительным, интересным и красивым. И нести какой-то еще смысл в каждой работе. Первую выставку мы делали познавательную, так как зал маленький, много не вмещает, поэтому мы решили в два этапа. И сегодня обновили экспозицию, продолжили выставку дальше. Главная тема творческой встречи – художественный язык современной скульптуры. В ходе беседы Виктор Митрошин рассказал про свой путь в творчестве, источниках вдохновения и поделился тем, что олицетворяют его композиции. Также на встрече обсуждались вопросы профессионального характера. Как возникает замысел, как идет работа над созданием скульптур, почему выбирается тот или иной мотив воплощения образов и как скульптор рекомендует воспринимать технологию своего творчества. Встреча мне, конечно, очень понравилась, но, честно, я была дома просто в галерее у Митрошиной, и там, конечно, мне гораздо больше впечатлили его работы, они гораздо масштабнее, и там все расставлено прямо как он хотел, наверное. Здесь мне, конечно, тоже очень понравилось. Не знаю, наверное, конечно, Плесецкая мне больше всего понравилась, она самая такая большая, масштабная, самая запоминающаяся из всех работ. Я в целом знакома с Митрошиным, и мы с папой пришли сюда его подлежать, ну и посмотреть на новые работы, как раз-таки, которые он здесь выставил, поменял экспозицию. Первая часть выставки «Сфера любви» Виктора Митрошина была презентована в декабре 2023 года. На ней также были представлены 10 скульптурных работ и множество фотографий монументальных экспозиций. Смена экспозиции, то есть мы позволим зрителям встретиться с еще одним блоком работ автора, показать другие шесть больших скульптур и четыре малых скульптуры, вот, и таким образом расширить свое впечатление о творчестве мастера. А рассчитана наша экспозиция и дальше творческая, сегодняшняя творческая встреча рассчитана, ну, прежде всего, конечно, на студентов и преподавателей ЮРГУ. Мы для них и работаем. Выставка открыта для студентов и преподавателей нашего университета до 7 марта по будням с 10 до 17 часов. В субботу с 10 до 15 часов в зале искусств главного учебного корпуса ЮРГУ. На стадионе имени Елены Елесиной министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын дал старт гонке «Лыжня России». Передали огонь лыжни студенты ЮРГУ. Состоялось открытие 42-й традиционной Всероссийской лыжни России, которая посвящена 80-летию освобождения Ленинграда. Торжественная церемония прошла на стадионе Челябинского легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной. Участников забега приветствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр спорта России Олег Матыцын. Уважаемый Алексей Леонидович, уважаемые челябинцы, дорогие гости, спортсмены, очень рад видеть всех в этот прекрасный зимний солнечный день и поблагодарить за то, что вы так активно принимаете участие в «Лыжне России». Особенно рад видеть детишек, семьи. Это значит, что Россия живет спортом, и спорт помогает нам преодолевать все трудности и делать нашу страну еще более стабильной и сильной. Право открыть гонку и зажечь огонь соревнований предоставили студенту Южноуральского государственного университета, мастеру спорта России, победителю международных соревнований Артему Максимову. Федеральный министр и губернатор наградили победителей забега на дистанции 10 километров, который состоялся накануне открытия лыжни. Так, второе место среди мужчин занял студент Юргут Дмитрий Куксин, второе место среди женщин завоевала Анастасия Фанасьева, третье – Анна Гостяева. Первый забег на 42-й лыжне России открыли спортивная общественность Центрального и Советского района во главе с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыцыным и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы! Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах Ютуб и Рутуб, а также платформе Яндекс.Зен. До встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok Новое авто А без кучи формальностей на дорогу нельзя? С электронными госуслугами ваша жизнь станет проще. Зарегистрируйтесь на портале, и вы сможете оформить права зарегистрировать авто, проверить штрафы ГИБДД и оплатить их, не выходя из дома. Госуслуги. Проще, чем кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова